всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по москве я нахожусь возле галереи ruart галерея и здесь проходит персональная выставка которая называется с любовью она посвящена 19-летию этой галереи проходит надо 28 января я подглядываю вот сюда не дали здесь такой буклетик ну пойдемте смотреть я приглашаю вас сегодня в одну из моих любимых галерей я была здесь всего два раза но я успел это галерею полюбить мне очень нравится какая-то такая знаете с тонким вкусом всегда здесь выставки сама галерея очень приятные люди доброжелательные и вот 18 января в этой галереи проходит выставка выставка называется с любовью и и свободный вход и выставка эта проходит в честь 19 дня рождения галереи ruarts если я правильно правильно читаю я не знаю как на английском вот эта выставка праздник московского художника опять же не знаю правильно ли читаю див галерея основанная в 2004 году коллекционером марианны сардаровой на протяжении многих лет представляет российских и зарубежных художников включая участников движения уличные волны а художник вот о котором я вам говорю он с 2000 года работает как граффити художник занимается исследованием современного человека стандартизации жизни копирование и подражание что находит отражение в его практике работая преимущественно со стразами художник размещает их на холстах для белинах парфоре на жестовских подносах таким образом поэтизируя быт и жизнь улиц давайте смотреть выставка должна быть очень красивая выставка с любовью это размышление об образе среднестатистического человека документирование желаний и страстей на все работы помещен образ среднего человека проживателя настоящего которого неумолимо манит доступная красота от сцены в сцене герой див встречается с соблазнами современного мира его окружают атрибуты успешной жизни художник усилил пустоту сюжетов стереотипных кадров используемых массовой культуре для отображения счастливой жизни эффектной избыточностью сияющих кристаллов тема и техника намеренный гротеск но это не насмешка я отношусь к своему герою с любовью потому что для меня он находка и открытие как для орнитолога или биолога найти новый вид птицы бабочки в этой системе мира говорил художник при этом я не критикую его не оцениваю не сравниваю с другими видами принимаю таким какой он есть рад возможности наблюдать за ним вдохновляясь его жизненные силы и энергии известно что виды часто формируются исходя из особенностей среды того или иного региона и проект для меня уже какой-то какой-то степени и есть это эта система из моих впечатлений в которые сформировался мой герой через образ среднего человека автор стремится запечатлеть субъективное настоящее сиюминутное каким бы оно ни было осмыслить иронию любования этими средним и teach клише гротеск доведенный художником до предела это возможность за россыпью страз и и неумолимым сверканием увидеть настоящего себя и природу собственных желаний на выставке показана киноработа этого автора мегамикс триметражный фильм 2018 года снятый на телефон косвенно рассказывающий о творчестве художника и освещающий процесс формирования его героя что касается автора то он родился в 1986 году в москве с 2000 года он работает граффити художник занимается исследованием поведения современного человека что находит отражение его художественной практике образование сфере искусства предпочел математическое которое повлияло на способ создания произведений художник документирует и анализирует жизнь человека в крупном городе выделяя и отражая распространенные образы результаты наблюдений впервые представил в книге фильм флипс вышедший в 2016 году и переиздана 2020 издание легло в основу фильма мегамикс где автор обращается к темам стандартизации жизни идентичности и копирования активно применяя стразы или псевдобриллианты в работах гиф исследует феномен имитации во всех смыслах начиная с имитации товаров и услуг переходя к имитации жизненных принципов и идей на центральных улицах москвы можно встретить фирменный логотип художника глаза с хитрым прищуром будто бы наблюдающие за происходящим участник музейных и долерейных выставочных проектов россии и франции вот если его не прочитать это все то очень многое непонятно и только сейчас вот тогда я была на выставке я не все прочитала и только сейчас тогда озвучивала видео уже дочитала полностью но теперь мне многое становится понятным потому что иначе вот знаете на вот этих каких-то картинах или на вот эти посты украшенные стразами как-то мне было не совсем понятно ну а фильм я с удовольствием посмотрела но я долго стояла смотрела но поняла что фильм очевидно длинный и до конца я его не засняла и поэтому вам до конца не покажу я была здесь видите почти одна еще две девочки здесь снимали что-то там какую-то съемку вели друг друга наверное но все равно мне в принципе я люблю такого рода вообще выставки я люблю всякое необычное и галереи это тоже мне нравится повторюсь я здесь уже не первый раз поэтому давайте посмотрим на собачки это вообще чудо отдельное уже только за это можно было я их тогда увидела на ну в рекламе сразу решила что я пойду я вот увидела собачек и розы вот ну выношу на ваш суд свое видео но не мне судить художника он очевидно известный человек и но я не видела на улицах москвы эти глаза но теперь буду внимательнее смотреть наблюдать и выискивать давайте теперь посмотрим сейчас фильм ну и пока все это типа какая прелесть жизнь есть но действительно она есть просто чудесные вы знаете здесь вот камера не передает блестят стразы они на самом деле блестят ярче не прям переливаются вот но почему-то камера этого не передает не знаю ну а теперь фильм он Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...